Уважаемые коллеги, доброе утро всем! Начинаем нашу работу. Ещё одна неделя января прошла. Прошла она довольно посыщенно. У нас, как я докладывал на прошлом втором обещании, в данном мероприятии по открытию детского садика «Кораблик». Мы, наконец-то, его официально запустили. Сейчас идут мероприятия, связанные с лицензированием, мероприятия, связанные с набором детей, с организацией работы коллектива детского сада. Короче говоря, все мероприятия, которые предусматриваются в рабочем порядке. Это первое. Второе. Дошло мероприятие, которое прошло у нас по всей стране. Это крещение 17-го числа. В ночь с 18-го на 19-го. Мы также подготовились к этому мероприятию. Традиционно была организована одна купель в районе храма Александра Невского. Через проявление Березовой аллеи. Прошло все мероприятие без каких-либо происшествий. Все было организовано, дежурство, и все службы отработали, в принципе, на хорошо. Без инцидентов, без происшествий – это очень важно. Без обморожений, без каких-то травм. И это очень важно. Сегодня у нас также большое мероприятие для города, знаковое мероприятие. Сегодня открывается «Ашан», магазин «Ашан». В 12 часов приезжает представитель французской фирмы «Ашан». Официально открытие в час для посетителей. А закрытое мероприятие будет на 12 часов. Поэтому действительно мероприятие большое для нашего города. Это сетевой магазин, который заходит. Это новый формат «Ашана». Новый формат «Ашана» – это практически первый такой магазин внутри, в черте городских округов и муниципальных образований. Как правило, магазины все устраивали на окраинах, на больших трассах, на автомобилях вдоль больших трасс. Такой формат, как мне сказали, это первый формат. Но, тем не менее, для нашего города это довольно большое событие. Это немножко уже шаг в период, большой шаг в период. У нас стоит, если с точки зрения культурной жизни, у нас 22-го, да, вы наверняете? 22-го? 22-го? В воскресенье предстоит, ну, так мы называем, рождественского лыжня в районе горы Пышка. Это тоже традиционное мероприятие. Обычно мы его проводили в преддверии Рождества. Но, учитывая, что тогда были очень сильные морозы, то будет принято решение ее перенести сначала на 21-е. Ну, в связи с там, с рядом мероприятием, будет равнедомо уже дня 22-го шага. Поэтому приглашаем всех поучаствовать в этом мероприятии. Я уже говорил, еще раз вернусь чуть назад. У нас назначены выборы 26-го марта в Совете депутатов. Сейчас проводятся все мероприятия, связанные с подготовкой избирательной кампании, с регистрацией кандидатов, связанные с организацией работы избирательных комиссий и так далее, и так далее. Партия Единая Россия традиционно будет проводить праймерис. Здесь тоже нам предстоит, те, кто будет задействован, эти мероприятия провести. Ну, это партийное голосование, поэтому в меньшей степени касается всех такого общего числа людей. Поэтому, ну, тем не менее, мероприятия такие проводятся на территории города. Значит, ну вот, в принципе, такие большие мероприятия знаковые я перечислил, что прошло и что у нас предстоит на ближайшие буквально несколько дней. Но все мероприятия, основные мероприятия, это, конечно, обеспечение теплом, водой, канализованием наших жителей, чтобы это было качественно. Это, безусловно, благоустройство и уборка территории. Вопросов идет много. Значит, в системе добродел идут письма очень много по качеству уборки. И поэтому службам, которые задействованы, отдел городского хозяйства, Вашей службы, значит, максимальная мобилизация. Максимальная мобилизация. Пожалуйста. Александр Иванович, я хотела сразу спросить, по поводу поведения мероприятий, если ты иметь неправный божитель в городе прийти на него или это открытое мероприятие? Это открытое мероприятие. Оно в правиле будет стоить по открытой форме. Поэтому не то, что иметь право, а желательно, чтобы все, кто имеет активную жизненную позицию, могли прийти на избирательный участок и уделить свое отношение к тому или иному кандидату. И на какое число? На 29 число. Еще вопросы в общей части. Если нет вопросов, пожалуйста, полиция. На прошедшую неделю зарегистрировано три преступления. Это изъятие наркотических средств изъястного гражданина и два преступления, предусмотренные статьей 322, часть 1, Организация незаконной мобилиации на странах граждан. Также составлено 11 административных протоколов за распитие из предосодержащей продукции в общественных местах и 9 протоколов за проявление общественных местах и постоянных клиентов. Доплат закончен. Вопросы к пожарной службе? Пожалуйста. Установка в городе спокойная. В случае 1 педикуреза в 6-й школе. Что-то у нас не везет в 6-й школе. Но ребенок выслан в контакте с 27 детей. Все дети, осмотренные медицинскими работниками. 4 укуса. Из 4 укусов, то в одном случае ребенок 13 лет пострадал от укуса неизвестной собакой на остановке баня в геодезии. И ребенок оказался необходимой медицинской помощи, он не госпитализирован. И трое взрослых были укушены своими или известными собаками и кошками. Тоже всем оказана адекватная медицинская помощь. Вниманий много регистрируют 7 случаев за прошедшую неделю. А вот ОРВИ у нас дало снижение на 32%. И за неделю всего 135 случаев. Хотя было почти 200. 199. И порог у нас ниже на 23%. Поэтому хорошее снижение мы видим. Но успокаиваться на этом не стоит. Потому что будет обязательно вторая волна. Скорее всего, что это будет конец января, начало февраля. И даже отголовки мы потом еще ощущаем и в марте месяце. Вот пока что информация. Но у нас усиленные противоэпидемические мероприятия действуют до школьных учреждений в лечебно-профилактическом медицинской части. Поэтому это все не снимается. Это все работает с целью ограничения распространения ОРВИ и гриппа. – Хорошо. Вопрос в контакте. Вопрос в контакте. – Алексей Дмитриевич, я просто в заседании говорил, и мы с вами в течение недели говорили. – Это нужно, чтобы не ослаблять внимание на бродячих собак. Потому что обращение и все-таки через систему добродетель, через приемные губернатора, через приемные правительства и в администрацию города, они, пускай сейчас не как часто, но они есть обращения по бродячим собакам. Поэтому эту работу мониторить нужно постоянно. Не ослабевать, не ослаблять эту работу. Пожалуйста, Евгения. За неделю 44,94 человек, детей 925, на домах служены 204 пациента, детей 155, травматизм на неделю 54 случая, детей 17, уличные 28, в школьных 2 травмы. Хочу сказать, что дети в основном травмы регистрируются наборки на горке, из 6 уличных травм детей на 3 на горке, 2 на горке и 1 на краю 7 на 22. А взрослые получили травму дачная 3, 5, строители, Комсомольская, Пионерская, Проспект Пленина, Гагарина, Морозова, Краснокорская. Ну и тут также фигурируют данного полученного книга за Пушкиным. Комсомольской помощи 153 выездок, детям 12, в родильное отделение, березено 6 женщин. На сегодняшнее утро в стационаре 164 пациента, на круглосуточном лечении 53, на днем стационаре 1, в отделении реанимации 2 пациента, детское отделение 15 детей, круглосуточном 9, 2 ухаживающих малых 6 на 90 стационаре, в отделении 18, на тропорте 1, в отделении реанимации. За прошедшую неделю построено в 3-10 метровых сетях, одна на логоталобах. Совместно с Украиной, когда Восток обошли большую часть, старой части северного города, то удостоверили, что строители догадаривали сдача с захватом социальных объектов, организаций разных зданий, обследовали на соблюдение температурного режима. Результат у нас тут сформирует, когда будет принимать решение проключения, еще нужно сделать. 18 числа отказали два электрокабеля ввод на КНС-1. Вчера весь день электрокабель там работали, тянули время воздушное время, подключили. До этого, в случае, работал на генераторе. Детский садик «Малыш» в понедельник. Детский садик «Малыш» там в третий раз, и пусть работают, к сожалению, у нас сейчас немножко связь нарушила с рабочими. Ведется, он говорит, там домокроводы, они меняют участок, следующий участок. Нет, вы должны понимать, в понедельник детей вы запускаете туда или нет? Сегодня там идет соревновательство, что они кричат, я сейчас не готова. Поддержите, мы контролем. Взяли. И детей с обеда сейчас разбирают. С обеда детей, да, разбирают, но и детей. Значит, у нас ситуация с малышей, она такая непростая. Значит, понятно было, что это не первый случай, мы там только провели, кстати, благоустройство. После этого у нас тут же рвануло там. Вы снова все провели. Ну, не мы, а вы уже тогда провели. Дания «Малыш» три года теплосети, три, и все они в верхнем состоянии. И вот это вот расстроение, вот вы... Три года? Три года. Нет, три года в здании, это единственное здание, наверное, с... Понятно, понятно. Хорошо, поэтому вы держите на контроле, чтобы мы понимали, что в понедельниках с детьми у нас одна ситуация. Представьте, пожалуйста, дядя Ильича. В прошедшую неделю мы работаем в штатном режиме, чрезвычайной ситуации у нас не было. Отключение, то есть теплоснабжение воды и гранализирование. Значит, сейчас усиленный, скажем так, контроль за сбивом сосулек. Введем сосульки, сбиваем, очищаем крыши, потому что обещает опять носок теперь много крыш, которые протекают. Значит, также, действительно, на пятой неделе прошли совместность с мужским, ряд улиц, социальных объектов. Сейчас сформируем мы конкретно акт, в котором будет все изображено, но на первый, скажем так, взгляд, видно, что на социальных объектов практически с первого раза, как никогда, до нового водосмотра никаких изменений нет. Очень сильно подсаживает. У меня все. Все-таки мы надеемся, что ситуация с отоплением, она все-таки стабилизируется, у нас в неделе показалось, что мы здесь особо, правильно, да? Да. Немножко не так. Аварии не было, как-то, отключений не было, но недопоставка теплоносителя в дома есть. Это вот строители, мы причиненных осматривали, строители, пионерская, спортивная, весь этот участок. Ну, еще раз, здесь мы с вами в декабре эту работу проводили, значит, надо проверять, что у нас по подключениям, значит, есть у нас такие случаи самовольного, ну, так скажем, подключения или изменения условий подачи тепла муниципальными учреждениями и организациями предприятий. Правильно я говорю? Совершенно верно. Поэтому надо периодически проверять цель, промывать голову нашего руководителя. Ну, скажем так, то, что мы в декабре прошли и было выявлено, те частники, я имею ввиду частные именно объекты в виде магазинов, один из стоящих зданий, там нарушения они исправили частично, больше ничего не сделали. Проблемы будут в основном университетские сады, потому что, вообще, много вопросов, никто ничего не делал. Поэтому вторично мы сейчас прошлись, по вашему, согласно вашим постановлению, прошлись, посмотрели, сейчас своими лицами, все это вот и мы представим его. Значит, вот давайте, пожалуйста, Вячеслав Павлович, в гостинице, у нас очень предприятия обороны, они как-то вне поля живут, то есть они как живут своей жизнью, понимаете. Поэтому, если там есть проблемы, они не реагируют, давайте мы будем принимать не меры реальные, понимаете, да. формируйте пакет предложений, и мы сейчас передаемся с руководителями предприятия, у нас второго числа будет совет директоров, второго числа, февраля, и мы давайте с ними пообщаемся, в том числе и по этому вопросу. Хорошо. Присаживайтесь. Ирина, по-моему. На этой неделе организация работают в штатном режиме, работают четыре дни с техникой. В прошедшей неделе МОЖКХ отработано в штатном режиме, без происшествия и без включений 16 числа поступил фланок с Лермонтовой 7. Вместо воды пошел газ. Были вызваны аварийные службы, воду отключили, газ отключили. То есть, кто-то менял газовую колоду, перечню, и в итоге вода пропала до 6. А вода, значит, они газовую трубу отколкали, обрезали свою газовую трубу, воду откачали, отремонтировали, засыпали. Но проблема в том, что надо попасть все в 41 квартиру, попали только в 4. То есть, объявления развешиваем, все, что можно сделать, надо сделать. 37 квартир попасть не нужно. Часть людей просто не открывает двери. Остальные просто нет. Минутку, минутку. Значит, внимание. Это чрезвычайная ситуация. Значит, давайте соберем... Чего молчить-то? Это такая ситуация, что вы не можете попасть. Это газ. Коллеги, это газ. И шутки здесь. Я вас слышал. Я вас слышал. Я знаю. Так, извините, если газ отключен, у нас уже вот одно послание губернатору есть по этому вопросу. Они же не пускают в квартиры, но губернатору пишут, что нет газа. Поэтому давайте, Вячеслав Владимирович, КЧС соберем. Давайте комиссионно пойдем. Не открывать, скрывать. Не открывать, скрывать. Поличие есть у нас. У нас есть пожарные службы. У нас есть газовые службы. Они все наделены определенными полномочиями. И это надо мероприятие. Ну что это такое? У нас газ отключили. Дом без газа. И жители не пускают. Сами же пишут. И мы все сидим молчим. Коллеги, да мы должны тут же взять под белые оченьки. Надо, значит, их вскрывать. Давайте вскрывать. Но ситуацию не управлять нужно. Вячеслав Владимирович, срочно давайте собирать, значит, КЧС. Вынесем решение КЧС и вперед. Комиссионно вскрывать все. Это нонсенс какой-то. Люди сидят без газа и сами же не открывают. То есть так же, как, значит, все протекает, но мы вам не откроем, мы вас не пустим. Тепла нет, но мы вас не пустим. Илипан, давайте совместно, вот сейчас, после этого оставайтесь, ими отдадайте, присаживайтесь. КСЖ, пожалуйста. За прошедший период аварийных ситуаций не зафиксировано. Ну, работаем в рабочем режиме. Хорошо, Висалю, спасибо. С технического освещения на прошедшей неделе была одна авария зафиксирована, где-то задача с подробной зелёной. Работа по основным уровням. Да, здесь фиксируется. Де основные работы, да, взял, да, да, да. Хорошо, извините. Вопросы есть? Или по секунду? Присаживайтесь. Слово вещей, поколёв. За отчётную неделю специалистами отдела принято 330 обращений граждан. От МФЦ принято и отработано 115 обращений граждан. Производим выплаты по менеджменту поддержки за январь. Значит, в 2016 финансовый год мы завершили задолженностью перед вырождением. 999 человек федеральных годников не получили за декабрь компенсацию за жилищно-коммунальные услуги. Причина – отсутствие средств в федеральном бюджете. То есть этот вопрос был на контроле до последнего дня, в котором можно было произвести выплату. Но средства так и не поступили. На сегодняшний день средства есть, поэтому в этом месяце мы долги свои вернем и произведем выплату за 2 месяца. То есть мы не верстаем? Да, мы в этом месяце выплатим задолженность за декабрь месяц. В декабре месяце мы опять возобновили размещение информации о компенсации за жилищно-коммунальные услуги на аквитации. То есть мы с этой проблемой справились. То есть граждане теперь информируют, ну информация размещается, какая компенсация, какой расчет. Ну и все. Хорошо. Вопросы есть? Пожалуйста. За прошедшую неделю при системе 112 поступило 176 звонков, общее количество звонков 716. По системе 112 основные звонки поступают по вызову скорой помощи, полиции, да и 80 аварии. А по общим вопросам это год, то есть 3 доли от всех. Понятно. Все отработали в штатном режиме? Ваши? Я попросил Надежду Викторовну сегодня более расширенный доклад сделать по ЛПЦ. Следующая неделя нам, в пятницу, следующая нам, следующая ЗАГСом, расширенную информацию по итогам года. И постепенно мы так потихонечку, все нам службы, основные наши, значит, кто работает на территории города и обслуживает население, краткую информацию по итогам года и кратую работу, сколько они надо. К этому наеду, пожалуйста, в таком сжатом режиме. Спасибо. Ну, сначала хочу доложить о том, что в прошедшей неделе в работе многофункционального центра мои документы работают в штатном режиме, а во время ситуации не застатировано, жалоб тоже, количество заявок 402 штуки, консультации 31, и выданных результатов 304 штуки. И аналитическая справка по деятельности многофункционального центра, она подготовлена в довольно расширенном виде, но кто хочет ознакомиться, это будет перед нами в секретариат. Кратко, очень сжатый, на самый основной момент, я сейчас наложусь. Главная задача многофункциональных центров моей документы, это увеличение количества предоставлений государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна. Оказание услуг под представительство, консультирование физических и юридических. Реализованные услуги, сейчас скажу в сравнении 2015 и 2016 год. На 1 января 2015 года, это начало отчетного периода нашей работы, МВЦ Красноармейска предоставляла 28 муниципальных услуг, 0 региональных и 0 федеральных. На эту же дату 2016 года МВЦ предоставлял уже 28 муниципальных, 56 региональных и 36 федеральных. На 1 января 2017 года, многофункциональный центр ВИЗ подходит в составление услуг, и значит, 46 муниципальных, 151 региональные услуги и 56 федеральных услуг. Региональные услуги переданы последующим министерствам. У меня все в разбивке, если есть желание, можете ознакомиться, скажу кратко, самые большие. Министерство социального развития 49 услуг, экология и природопользование 25, культурного наследия, министерство главного управления 10 услуг, министерство сельского хозяйства и природопользования 7 услуг, Остальные услуги от 5 лет меньше. Федеральные услуги также переданы. Государственная регистрация под астропортографии, 2 услуги. Муниципальная служба, 5 услуг. Налоговая служба, 12. Пенсионного фонда, 12. Ну и так далее. Также на базе многофункционального центра предоставляются дополнительные, то есть сопутствующие безвозмездные услуги. К таким относятся услуга по регистрации личного кабинета налогоплательщика, услуга по регистрации восстановления доступа и подтверждения учетной записи заявителя на портале госуслуг, это активная услуга, пользованная в конце 16-го года у нас, информирование физических лиц о числящейся домине налоговой задолженности и предоставление дополнительных услуг субъектом малого и среднего предпринимательства. С начала до 2016 года по данному направлению гражданам было оказано 11 714 услуг. Также многофункциональный центр на этой документе города Красноармиска оказывает услуги на платной основе. В целях выполнения требований региональных стандартов деятельности импульса, постановление главы городского округа Красноармиска округа номер 811 от 20 сентября 2016 года в перечень услуг, оказываемых учреждениям, введены услуги на платной основе в количестве 39 штук. Это сервисные, такие как ксерокопирование, сканирование, ламинирование, набор текста и так далее, 15 штук, консультационные и юридические, у нас эти услуги оказывает юрист, подготовка документов для регистрации права, составление исковых заявлений, составление правовых документов, 18 штук, вспомогательные услуги, заполнение бланков декларации, заявлений, проведение семинаров, 6 штук. С сентября 2016 года, как подписано это постановление, по данному управлению оказаны 423 платные услуги. Услуги также предоставляются по агентским договорам. Эти услуги, которые согласованы с главным контрольным управлением в Московской области, МФТ. Услуги ВТИ, две штуки. Услуги национального удостоверяющего центра. Это услуга по выдаче контроля и цифровой подписи физическим и юридическим лицам. Услуга, так как тоже удостоверяющего центра. Это в обязательном порядке всем спущенном инфраструктуре в Московской области. ОСЕТРУМПРОМ. Это тоже выдаче контроля и цифровой подписи физическим и юридическим лицам. Для чего сделаны две организации, чтобы у заявителей был где-то куда обратиться. И услуги страховой компании с указом нет. Это услуга выдачи страхового медицинского полюса, но она предоставляется в рамках комплексной услуги по рождению ребенка. По данному виду услуг жителям оказаны в 2016 году 17 услуг. Количество обслуженных заявителей, это без учета дополнительных платных услуг, подогреваемых по Агентским договорам, за 2015 год. То есть это основные услуги, обязательные выполнения. За 2015 год оказано 8331 услуга. За 16.37580 услуг наиболее востребованы граждане, это государственная регистрация прав на недвижимое имущество, регистрация на портале госуслов, Министерство социального развития, катастрофы учебной недвижимости, выдача оборудования, выдача архивных справок, выписок, копий и другие. У нас в 2016 году не выполнена, не реализована одна услуга по уважительной на то причине. Учитывая специфику работы единого расчетного вычислительного центра в городском институте, основной институте, не было реализовано мероприятие по передаче услуг паспортного стола в городском институте. Работа будет проводиться. Также хочу озвучить перспективы развития, увеличения количества и вида государственных и муниципальных услуг. Для увеличения доли оказываемых услуг в центрах моих документов с Министерством и ведомства Московской области, Главное контрольное управление МПСБ, было подписано и готовится передача в феврале 2017 года более 60 видов услуг. Это Главное управление внутренних дел, 4, Лесного хозяйства, 11, Управление архитектурой, 10, Социального развития, 1, ЖКХ, 5, Строительного комплекса, 6 и так далее. Но самые два интересных больших проекта это с 1 февраля 2017 года на базе многофункциональных центров будет организовано предоставление государственной услуги Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области. Это проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений. В МПЦ Городского округа ведется подготовка к показанию данных услуг, закупка необходимых оборудований, обучения сотрудников. Мы готовы к показанию этой услуги уже на 98%. То есть мы не нарушаем график и не срываем сроки предоставления услуг. В 2017 году также будет, это уже спущено сверху и рекоментировано, оказание услуги выездной прием граждан. Необходимо тоже дополнительное оборудование. Мы над этим тоже будем работать, все, что необходимо, будет приобретено. И еще, значит, у нас с 1 января 2017 года прекращен прием жителей сотрудниками БТИ в получении услуг. Это было сделано в прекращении договора ареста разносторонним спорядки. И сделано это в целях передачи их услуг в многофункциональный центр. Значит, для полного удостоверения потребностей граждан в получении услуг по месту жительства ведутся переговоры с руководством БТИ, а передачи максимального перечня услуг в Бюро технической инвентаризации. На данный момент мы уже предоставляем из их перечня две услуги. И последняя заключительная часть – это рейтинг. Рейтинг по многофункционального центра МАЭ документа городского городского округа Красноарместа. По итогам деятельности учреждения в 2016 году и соответствующим региональным стандартам многофункциональный центр городского округ Красноарместа занимает 33 место из 68 центров Московской области. Продолжение следует... Продолжение следует... Палаты в связи с неисполнением сотрудников администрации положения о разработке муниципальных программ и изменениях ним и выполнения своих обязательств. В частности, обязательное представление этой информации в контронный счёт для Палаты для экспромисиополитического заключения, что предписано федеральным законам, в положении контрольных исчезных Палаты вынуждены прибегнуть к законному воздействию, которое называется предписание. Оно вам поручено, я знаю, что это разрушило сотрудникам. И к чему это приводит? Это к тому, что в результате действий сотрудников контрольно-счетная палата, я применю такое слово, ослеплена. То есть мы лишили полностью информации о происходящих изменениях, согласованиях и так далее. Значит, если сотрудников много, я обращаюсь к кураторам, заместителям. Если сотрудников много, и один ответственный куратор ведет программу, то, извините, сотрудников контрольно-счетной два. И вот миллиардный объем по 16 программ нам нужно пропустить за очень короткий период, включая изменения цифровых данных, фактических данных. Фактически произошла блокировка работы контрольно-счетной палаты. При этом я должен отметить положительную и четкую работу отдела образования, жилищной политики, социального направления. Вот, например, по жилищной политике, контрольно-счетная палата дала заключение в течение часа. В течение часа сотрудник ознакомился с мероприятиями, в электронной форме получил, согласовали. Параллельно пока шла эта работа, мной было подписано заключение о том, что все нормально. Поэтому, Александр Иванович, я прошу вас просить. Спасибо, Михаил Иванович. Спасибо. Так, Валентина Павловна. Так, внимание, внимание. Вывести информацию, вчера был осуществлен выезд в адрес на 17-й срок с общением жительницы дома, на 5-й, по улице Минина. Выезд был осуществлен в связи с тем, что мама управляет спиртные напитки. В квартире номер 14 действительно выяснилось, что мама пьет, девочке пьет на 17 лет, отец работает. Но еще выяснилось то, что было уже сказано, что в коммунальной квартире, в комнате, включен газ. Именно в этой квартире. Когда был задан вопрос, по такой причине отключен газ, сказали, что была управляющая компания, был газ, что, вернее, газовщики были, то, что якобы у них домоход не работает. На что я усомнилась, потому что вентиляция отсутствует. Но я усомнилась в том, что именно в этой комнате отключен только газ, не во всей подъезде. В остальных квартирах вентиляция, наверное, работает. Если управляющая компания посещает такие квартиры, либо газовщики, то в обязательном порядке, пожалуйста, информируйте комиссию, потому что семья, как выяснилось, неблагополучная. Мы об этом ничего не знаем. С целью раннего явления и с целью предотвращения обращения высшестоящей организации, как выяснилось, что она уже обратилась в прокуратуру, соответственно, пойдет информация выше. А мы об этом ничего не знаем. Хорошо. Ну, тут, наверное, я не в защиту управляющей компании. Хочу сказать, что когда вызывают управляющую компанию или газовщиков, наверное, не всегда может понять, благополучная это семья или не благополучная. Потому что в данный момент мама была подвыпившая, может быть, крезвая, понимаете. И сказать, что там не благополучная семья, если там у них грязно, не убрано, это еще не значит, что там совсем все плохо. Но, тем не менее, если какие факты вы видите, как управляющая компания, ну, конечно, надо взаимодействовать с нашей службой, делами совершеннолетних и с полицией. Это понятно. Пожалуйста, поясните. В этой квартире проживают две семьи. Одна из семей, скажем так, усомнилась в правильности подключения газового оборудования к квартире. То есть они сами вызвали службу газа, бортовщинскую, которая приехала, сфиксировала факт нарушения именно подключения газового оборудования и отсутствия вентиляции в данной квартире. Дымоходы там в рабочем состоянии. Было проверено нами и было проверено дымовщиками. Значит, дымовщики для того, чтобы привести все в соответствие, отключили газ. Дали им рекомендацию восстановить систему вентиляции и перенести оборудование на то место, где предписано, где оно должно быть. Значит, наши сотрудники вышли на место. В данном доме вентиляция на кухне, она отсутствует, как таковая, и строительство ее там не было. Там раньше было печное отопление, потом дом инсфиксировали. Значит, ни на одной схеме вентиляции на кухне нет. Вентиляцию мы обнаружили, обойдя многие квартиры, мы нашли вентиляцию в коридоре. Почему она там? Ну, пока остается загадкой. Мы не знаем, почему она там. Значит, данная гражданка обратилась опять же к нам и обратилась в городского хозяйства с просьбой решить эту проблему. Значит, данная квартира, она не муниципальная, она частная собственность. Ее рекомендованы. Сейчас у нас есть письмо, и также мы готовим ей ответство, что я получил только вчера. Значит, о том, что ей необходимо получить проект на переустройство системы вентиляции. Это значит, провести труду стены, уложить определенный диаметр трубок, ну, это как мы предполагаем, мы не специалисты, да, и обеспечить тем самым вентиляцию на кухне, где стоит газовое оборудование. Ей эти рекомендации сейчас будут даны, поэтому, первое, ей надо сделать проект, второе, надо цилизовать с газовщиками этот проект, что эта вентиляция будет работать, дальше выполнить эти работы и включить газ. А как жить, скажите, это безопасность то же самое, что газовое оборудование. Внимание, не младенец. Внимание. Безопасность прежде всего, поэтому пока не сделают этот вид работы. Внимание, я понял. Коллеги, внимание. Прекратили, присаживайтесь. И все, и в ситуации, дети маленькие и прочее, и прочее, в первую очередь мы должны думать о безопасности этих маленьких детей. Конечно, наличие теплой или горячей, холодной или горячей воды, это важный момент. Но безопасность это самое важное, понимаете. И мы видим случаи, когда взлетают на воздух целые подъезды, здесь безопасность не только этой семьи, но и безопасность окружающей. Поэтому все предписания, которые дают специальные службы, газовые службы или водоканал, или еще кто-то, они обязательны к исполнению. Это важно. Поэтому здесь совместная работа должна быть и управляющих компаний, и отдела городского хозяйства, и газовые службы, и архитектуры в том числе. Потому что нам придется согласовывать этот проект, если каковой они будут разрабатывать. А они будут его разрабатывать. Поэтому здесь надо просто всем максимально быстро включаться в эту работу. Обращение такое есть в прокуратуру, уже запрос из прокуратуры пришел в наш адрес по проспекту Ленин-Дом 5, я квартиру сейчас не помню, но это как бы 14, да. Такое обращение есть в прокуратуру. И у нас есть срок, по-моему, сегодня или завтра, это у нас необходимо представить материалы. Поэтому здесь включайтесь, коллеги. И быстро надо делать, помогать. Потому что действительно и ребенок, и семья не очень благополучная. И дай Бог, что-то у них там включится, потом отвечать придется нам с вами. И за ребенка, и за ситуацию. Поэтому здесь на самотеку сказать ничего нельзя. Мишка Планирович, чтобы включать внимание. Мишка Планирович, вы на вопрос. Сказали, что у этого нет практически не происходит вентиляции. Значит, другие квартиры то же самое. Вопрос-то здесь вот в чем. Там планировка сделана таким образом, что со второго этажа по последний этаж они находятся, все стрельки вентиляции, в одном створе, и у них вентиляция находится на кухне. Так, давайте техническую... Внимание, внимание. Если кому интересна техническая проблема, давайте будем разбираться, в частном порядке. На формат нашего совещания сегодня не предусматривает разбор технической проблемы. Есть специалисты, они получили указания, пускай разбираются и смотрят. Вопросы еще, коллеги? Общие? Можно? Да, пойдем. Александр Иванович, из рубрики «Надоело и наболело». Вот я по очистке улицы Новой Жизни. Улица 300 метров. Вот такое чувство, что кто убирает и кто контролирует, вообще не знают, где эта улица, и что там живут люди. На днях я женщину из колеи вытаскивала, ей некуда было уйти, и некуда было выйти из этой колеи, она все время падала. Это просто безобрядок. В прошлый раз было снегопад. Я тут билась две недели, чтобы грейдер появился один раз. Вчера грейдер прочистил. Ну как? Выровнял немножко колею, и все, дорога нечищенная. Люди очень возмущаются работой администрации. И я их очень понимаю. Комментарии, комментарии. Я не буду даже комментировать. Для чего еще я должен сказать сейчас? Управляющий компания, дворы все вычищенные. Но вот эти 300 метров, это каждый раз идет вот такая песня. Вы же мне докладываете. Внимание! Внимание! Мы с вами каждое утро начинаем с того, что обсуждаем эту проблему. Я объезжаю и говорю вам. Вы мне докладываете, что каждое утро и вечер вы объезжаете в город. Ну что, на улицу Нового Жени никто никогда не заехал, что ли? Или на другую улицу? Выезжайте сейчас. Выносите, выезжайте, берите с собой тракториста, сами садитесь за трактор. Как вот у нас в Инстаграме иногда там есть, главы там асфальт укладываете, на асфальт укладчик и так далее. Давайте тогда главы будет у нас на тракторе. Ну давайте глава будет. Если мы не можем организовать с вами. Ну чего, вы слушаете уже. Уже скомено набило, уже стыдно даже. Глаза подняли. Пожалуйста. Саня Савченко, продолжение разговора по расчистке. Городские публики. Ну, я не буду рекомендировать уже об этом. Говорим не грамм раз. Но добродели у нас осталось два обращения. Слава Богу, остальные более менее все закрыты. Но есть еще и прокрученные. Сейчас налажена у нас работа с отделом городского хозяйства. Алексей Владимирович, я надеюсь, вы получаете от нас таблицу добродела. Так вот, два этих обращения по улице Морозова. И обращения были жителей по улице Морозова в том числе. Я не понимаю, почему нельзя закрыть обращения на портал в городе в течение двух месяцев. Это первое. Второй момент. В связи с такими нашими аномальными по улице Морозова, на многих проблемах в городе образовывается манитет. Хочу обратить внимание, что манитет образована в том числе и на администрации. Работы тоже должны быть манитетом, должны проводиться регулярно. Все места, куда у нас приходят люди, которые социально значимые объемы, в первую очередь должны очищаться. Это касается и школ, и детских садов, потому как дети у нас, извините, им не скажут, что они хотят куда-нибудь дать. Они пойдут куда им надо. Может быть, здесь в администрации взрослые они не пойдут к твоему дать. Но тем не менее, рыбнее, извините, ковару. Начинать нам надо прежде всего всегда. И третий вопрос. По вывозу снежных масок и турия ворота. Недостаточно активно проводится эта работа. Ум, Тони. Хорошо. Значит, Вячеслав Владимирович, я просто комментировать не буду. Здесь все понятно. Значит, Елена Владимировна, по администрации, чего там сейчас действительно, если нам уже предлагают загнить головой, ну чего там, давайте тогда, как там в мультфильме, вот ли этот, Том и Джерри, складывать руки и закапывать себя. Значит, давайте, чтобы так стыдно-то не было. У себя действительно, я всегда, я согласен с Ириной Евгеньевной, то есть, если мы у себя, возле себя не можем навести порядок, то обсуждать, в чем-то, рассуждать здесь на совещаниях, на форумах, наверное, смысла нет. Если у себя под носом, мы не наведем порядок. Поэтому, коллеги, делайте выводы, те, кого касаются. Спасибо. Значит, еще есть вопросы? Пожалуйста. Вы разыслали, кто должен присутствовать? В основном, члены общественной палатки. Вам приглашение, остальные приглашаем по залогу. Хорошо. Мы, конечно, постепенно заслушаем информацию о том, как у нас, внимание, как у нас ситуация поменялась, не поменялась, обеспечивая лекарственная в связи с открытием государственного аптечного пункта на улице Новая жизнь, дом 2. Он начал работу, он работает, этот аптечный пункт, естественно, мы потом, я думаю, доведем публично информацию о том, изменилась ситуация или не изменилась. Потому что разговоров было много, мы и на встрече главы этот вопрос обсуждали, когда мы заслушивали с Ириной Николаевной, держали ответ перед жителями по обеспечению лекарственными средствами наших жителей. Поэтому здесь очень важно тоже понять, мы сделали все, что от нас зависело, мы выделили помещение, мы организовали эту работу, постарались, по крайней мере, организовать. И очень важно донести до наших жителей, чтобы и как правильно пользоваться этой услугой, где ее получить, как работает государственный аптечный пункт, какие лекарства можно получить, какие нельзя. Это все надо просто публично заявлять и говорить об этом. Поэтому мы, я думаю, тоже после прямого эфира это будет один как бы шаг, второй шаг может быть здесь в нашем формате тоже постепенно послушаем в том числе и представителей аптечного пункта и Ирины Талановны по обеспечению лекарственными средствами и как ситуация поменялась и поменялась. Коллеги, еще несколько моментов хотел отразить. Вот с точки зрения вчера у нас приезжал здесь поездное совещание проводил заместитель министра лично-коммунального хозяйства Питанов Алексей Питанов он приезжал по поводу проведения капитального ремонта, завершения капитального ремонта, перспектив по проведению капитального ремонта квартирных домов. Такое совещание вчера было проведено, все заинфекционные лица были приглашены второй момент вчера приезжал с рабочей поездки сюда вновь избранный депутат Государственной Думы от нашего округа Пахомов Сергей Александрович мы тоже с ним проговорили проблемы какие перспективы как город должен участвовать в тех или иных государственных программах региональных программах и роль депутата Государственной Думы в реализации вот этих моментов то есть мы договорились что в ближайшее время он проведет здесь прием святелей также присутствовал на встрече депутат двойных Московской областной Думы тоже мы с ним обсуждали эти вопросы поэтому в ближайшее время и депутаты Московской областной Думы и депутаты депутат Государственной Думы проведут здесь встречу жителями или прием по крайней мере формат мы определим в ближайшее время и последний момент который я хотел отразить у нас 31 января губернатор Московской области обратится с посланием к жителям Московской области поэтому от нас формирована небольшая делегация формат делегации нам определило правительство все знают кто туда поедет 31 января такое мероприятие состоится поэтому значит это тоже большое событие в нашем регионе ежегодное послание губернатора там будут определены приоритеты на ближайшую перспективу задачи для всех служб подразделений министерств ведомств ну и конечно для нас донус квалитетов что мы должны какие направления должны приорочить реализовать и где мы должны акцентироваться акцентировать свое внимание коллеги какие есть вопросы замечания предложения если нет замечаний предложений все что у нас предстоит я озвучил поэтому работаем спасибо спасибо